Здравствуйте! С вами Мариша! Сегодня у нас необычно красивые бантики 3D. Вы спросите, из чего сделан верхний слой? Досмотрите до конца и я вам открою этот секретик. Что нам понадобится по материалу? Это резинка, у меня здесь нейлоновая резинка. Также такое украшение можно сделать и на повязочке. Ссылочку на такую классную повязочку я вам оставлю в описании. Я ее очень люблю, она очень мягкая по текстуре и хорошо тянется. Репсовая лента для пояска 0,9 см. Мелкие пластмассовые бусинки 4 мм. И плотная пайетка в виде цветочка. В качестве декора я буду использовать вот такую серединку, которую делаю самостоятельно. Мне очень понравились картинки и наклейки 16 мм. Очень удобно. На него надо совсем немного с разового декора. Картинку видно очень хорошо. Тем более картинка сейчас не проблема. Ее я заказываю в электронном виде и распечатываю в любое время в любом фотоателье. Это удобно, недорого и очень сильно экономит время. А также электронная почта со своей обязанностью справляется намного лучше, чем наша Укрпочта. И получатель может быть в любой стране, не только в Украине. Сам бантик будет состоять из вот такой интересной пленки. Где я ее взяла? Открою секрет в конце видео. Досмотрите видео до конца. А по инструментам это шаблоны. Один шаблон у нас будет 10 см. Второй шаблон 15 см. Маникюрные ножницы. Клеевой пистолет. И обязательно нам нужен пинцет для захвата пайеток и бусин. И два цвета фомирана. У меня ярко-розовый и белый. Он глидерный и без клеевой основы. С помощью маникюрных ножниц мы обведем контур шаблона и вырежем его. Вырезать я также рекомендую маникюрными ножницами. Теперь сначала украсим верх бантика. А потом вырежем второй шаблон. Я пользуюсь самым обычным горячим клеем. Наношу клей на пайетку. И приклеиваю на пленку. Бусинки также захватываю пинцетом. И приклеиваю. Бусинки мы приклеиваем только по центру шаблона. И теперь соберем наш шаблон как положено. Сводя концы к центру. Получаем вот такой интересный бантик. Даже похож на 3D. Теперь вырисовываем контур второго шаблона. На фоамиран прикладываем бантик. И отмечаем его контуры. С одной и с другой стороны. С помощью линейки мы определим где середина. И отметим ее. Теперь прикладываем шаблон. И рисуем по контуру. Весь шаблон нам не потребуется. Вот что у вас должно получиться. Теперь закруглите края, где вам нравится. С одной и с другой стороны. Другие края ставьте острыми. КОСЛИНЫЕ ПОДТИНИЯ КОСЛИЕ ПОДТИНИЕ КОСЛИЕ ПОДТИНИЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам осталась одна серединка Получается красивый объемный бантик Ну и теперь раскроем секрет Для этого я использовала самую обычную папку для тетрадей Для бантика я использую вот такую самую обычную папку для тетрадей Она прозрачная, бывает разного качества Есть более тонкая и более плотная Я использую, конечно, та, которая поплотнее На Алиэкспресс я уже собирала подборку И там есть красивая ПВХ, также прозрачная, перламутровая Разных оттенков розовых, сиреневых и голубых Я думаю, в ближайшее время я приобрету с Алиэкспресс Она очень красивая, что рекомендую и вам А пока за неимением я использовала папку Бантики получились очень нежные и красивые И при работе советую не обрисовывать шаблон с помощью карандаша или ручки А также воспользоваться маникюрными ножницами хорошо придавливая Контур будет отличный виден на пленке А с вами была Мариша Пастухова Мне очень приятно читать ваши комментарии И видеть улыбки в виде смайликов Все, пока-пока, до следующего мастер-класса Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok